Он может заглянуть за горизонт, найти цель размером с мяч и проразить ее на любой высоте. На полигоне Капустин-Яр в Астраханской области прошли испытания зенитного комплекса С-400 «Триумф». Результаты боевых стрельб из оружия будущего узнал Евгений Голованов. Это настоящее триумфальное шествие. Еще в заводской смазке два новых дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 вспахивает целину полигона Капустин-Яр. Колонны идут на позицию боевой стрельбы. Это обязательный атрибут передачи техники в войска. Мобильность – одно из главных преимуществ «Триумфа». Эшелонированную оборону можно развернуть хоть в чистом поле всего за пять минут. Отстреляться, свернуться и повторить то же самое уже с другой позиции. И так до бесконечности. Только ракеты подноси. Причем хоть старые от предшественника С-300, хоть суперсовременные, так называемые «умные». Они автоматически распознают и уничтожат проживскую цель даже за горизонтную. На сегодняшних стрельбах на дорогах досталось мишени, переделанной из настоящей ракеты. Данная мишень «Стриж-1-3У» имитирует крылатую ракету на высоте до 400 метров. Соответственно, с дальности 50 километров. Через некоторое время, когда в районе стрельбы уже стемнеет, мишень войдет в зону поражения. Ее засечет радиолокационная станция. И вот он, момент истины. Чтобы от мишени гарантированно осталась лишь металлическая стружка и воспоминания, по ней запускают еще две ракеты. Ни время суток, ни размер цели для «Триумфа» не имеют значения. Система «Триумф» способна сбить цель размером с обычный волейбольный мяч. Даже если он сделан по технологии «Стелс», летит со скоростью сверхзвука на высоте от 10 метров до 30 километров над землей. Вот только предназначена она для уничтожения отнюдь небезобидных мячей. Эта система способна рвать в клочья как самолеты, так и баллистические ракеты. Например, те же «Томогавки», которыми американцы щедро забрасывали Ирак во время бури в пустыне. А ближайший аналог «Патриот», как говорят сами ракетчики, нашей в подметке не годится. Это как счеты и компьютер. «Мы заткнули «Патриот» за пояс, еще система «С-300». «Триумф» еще шире пояс стал. «С-400» и дешевле своего американского конкурента на порядок. Хотя цифры внушительные. «Новая полка», это 24 пусковых установки, стоит десятки миллиардов рублей. Тем не менее, Министерство обороны решило раскошелиться. И это не разовая закупка. Государственная программа перевооружения до 2020 года предусматривает не латание дыр в зонтике воздушно-космической обороны страны, а покупку нового. Смысл всего этого перевооружения, реформирования вооруженных сил, это чтобы выйти на новый, такой технически оснащенный уровень, который будет немного опережать, как я еще раз повторяю вам, противника. Если мы будем оставить противника, смысл-то, что здесь происходит. Конструкторы «Триумфа» уверяют, ничего подобного потенциальный противник не сможет создать в ближайшие 20 лет. На этот период С-400 станет основой воздушно-космической обороны. Новый полк заступит на дежурство в Подмосковье, вдобавок к уже имеющимся там двум дивизионам. И в ближайших планах отправка таких систем на Дальний Восток. Евгений Голованов, Вячеслав Пономаренко, Александр Викторов и Дмитрий Комах. НТВ, Астраханская область, полигон Капустин-Яр.